У жителей Латвии оказываются слишком радужные представления о своей будущей пенсии. Такие выводы сделали авторы одного исследования. Большинство полагают, что на пенсии будут иметь доходы, равные 70% заработной платы. Но это оказывается отнюдь не так. Пенсионное страхование и пенсионные уровни – такова тема нашей сегодняшней программы. Давайте сначала об этом посмотрим сюжет, после чего продолжим разговор в студии с экспертом. Наличие постоянной работы и уплаченные налоги еще не означает, что государство обеспечит вам красивую и беззаботную старость. О своей старости нужно думать уже сейчас. Заработной платы высчитывается социальный налог, 16% которого направляется в качестве взносов в первый пенсионный фонд и 4% во второй. Схема первого пенсионного уровня такая. С наших социальных взносов деньги делятся на всех пенсионеров – и нынешних, и будущих. Второй пенсионный уровень – это, просто говоря, инвестирование конкретной суммы. Все деньги продолжают работать, и когда наступает пенсионный возраст, у человека уже есть определенная сумма, которую он может использовать. Добавить к первому пенсионному уровню или приобрести страховой полис. Люди не задумываются о своем будущем и живут сегодняшним днем. Пенсионный возраст в Латвии 65 лет. И до этого срока нужно вносить взносы в пенсионный фонд, чтобы получать достойную пенсию. Начинать нужно уже в молодости. Если вы получаете минимальную зарплату, то на хорошую пенсию не стоит рассчитывать. С той зарплатой, с которой платят взносы, формируется пенсионный капитал и пенсия. Если зарплата очень маленькая или были несчастные случаи, непостоянная работа, то надеяться на большую пенсию нельзя. Существует третий пенсионный уровень, и это добровольные индивидуальные накопления. И это один из самых эффективных способов, как увеличить свой пенсионный капитал. Не зря в Латвии действует трехуровневая пенсионная система. Чтобы на пенсии наслаждаться жизнью, нужно участвовать во всех трех уровнях. Недостаточно только надеяться на государство. Каждому человеку нужно сделать что-то самому, чтобы его пенсионные дни были лучше. Третий пенсионный уровень – это хороший способ позаботиться о своей пенсии тем, кто работает, допустим, официантом. Деньги, которые оставляют посетители официанту на чай, нигде не регистрируются. Следовательно, с них нет накоплений для пенсионного капитала. Статистика показывает, что человек, когда уходит на пенсию, в среднем живет еще 18-19 лет. Это означает, что пенсионные сбережения нужно распределить на весь период жизни. Следовательно, чем быстрее начинать накапливать пенсионный капитал, тем легче это будет сделать, потому что потребуется меньше расходов, чем если копить в последний момент. Главное, как говорят специалисты, это серьезное отношение к своей старости. Начать копить на пенсию никогда не бывает рано. Однако многие это начинают делать уже слишком поздно. Эволд Дукуль, Густав Кукайнис, Латвийское телевидение.